А теперь подробнее об этих и других событиях. В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчетный период. С докладами спикеров ознакомилась Луиза Егия-Зарян. За неделю в межмуниципальное управление ВД России Люберецкая поступило более 2000 обращений. На территорию вслуживания ведомства зарегистрировано 20 преступлений, 15 раскрыто по горячим следам. Что касается работы сотрудников пожарно-спасательного гарнизона, то за последние 7 дней они осуществили 40 выездов. По городу Люберце. 13 августа, 12 часов 29 минут. Город Люберце, поселок Томельный, микроорайон птицефабрика, дом 11. В одной из квартир на втором этаже обгорела газовая колонка на площади 0,5 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работали в штатном режиме. Ресурсоснабжающие организации продолжают готовиться к отопительному сезону. Он стартует уже через месяц. В плановом режиме идет замена лифтов в многоквартирных домах. В этом году обновлению подлежит 16 подъемников. У нас в городском округе Люберце порядка 3809 лифтов. С 2014 года в рамках программы фонда капитального ремонта заменено 663 лифта. Лифты мы меняем со сроком эксплуатации свыше 25 лет. На сегодняшний день при реализации программы и замене данных 16 лифтов в городском округе Люберце лифтового оборудования со сроком эксплуатации более 25 лет не будет. Благоустройство территорий, прилегающих к шести железнодорожным станциям, на финишной прямой. Эта работа проводится в рамках совместного транспортного проекта Москвы и Московской области МЦД-3. На станции Люберце реализованы работы по созданию комфортных пешеходных маршрутов для пассажиров, а также комфортные зоны для прогулок и ожидания транспорта в зелененных территориях. Такие территории организованы рядом с домами 7 и 49 на Волковской улице. 2 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 400-летию Люберец. Концертная развлекательная программа ждет жителей всех поселков городского округа. Основными точками станут центральные Наташинские парки, а также площадь перед администрацией. Кульминацией праздника станет салют. В поселках он прогремит в 21.00, а в городе в 22.00.